Здравствуйте! В эфире новости Карелии. В студии Наталья Кузьмина. Вот некоторые темы выпуска. Те задачи, которые мы определили, они гораздо более длительные. И я думаю, даже после 27-го года по многим позициям работа будет продолжаться. Республика готовится отмечать 800-летие окрещения Карелов. Указ о праздновании подписал президент России Владимир Путин. Это доброкачественные опухоли, которые в любой момент могут переродиться. Переродиться в меланому, в рак кожи. Маленькая Петрозаврачанка нуждается в помощи. Ей предстоит выдержать 15 операций стоимостью больше 12 миллионов рублей. Только прикольно, чтобы знать, что даже раньше люди думали про медицины. И они были, ну, как умные люди, да, можно сказать. Как лечились наши предки от традиционной медицины до первых шагов в фармакологию, можно узнать на выставке из истории Карельской аптеки. В 2027 году в республике готовится отмечать 800-летие окрещения Карелов. Подготовительные работы к предстоящей годовщине уже начались. Накануне в Москве прошло совещание организационного комитета, в котором приняли участие вице-премьер страны и глава Карелии. Подробности в нашем сюжете. Основные мероприятия празднования 800-летия окрещения Карелов обсудили в Белом доме в Москве. Собрание организационного комитета провел заместитель председателя правительства страны Дмитрий Чернышенко. Представители республиканских властей, сотрудники профильных федеральных министерств, ученые и священнослужители доложили вице-премьеру о готовящихся к памятной дате событиях. На реализацию основного плана юбилейных мероприятий республики Карелия предусмотрена целая субсидия из федерального бюджета в объеме почти 170 миллионов рублей на 25-27 годах. Указ о праздновании 800-летия окрещения Карелов подписал президент России Владимир Путин. План предстоящих мероприятий разработал Минкульт России совместно с правительством республики. Он включает в себя духовно-просветительскую работу, издание литературы, реставрацию храмов и восстановление дорог по паломническим маршрутам. Также на приграничных территориях отремонтируют учреждения культуры и образования. Те задачи, которые мы определили, они гораздо более длительные. И я думаю, даже после 27-го года по многим позициям работа будет продолжаться, получив вот этот старт с точки зрения подготовки к нашему очень значимому для всей страны юбилею. Это сегодня все подчеркивали, потому что здесь вопрос не только Карелии, это всего русского мира, русского государства, православия. По итогам совещания Дмитрий Чернышенко поручил членам оргкомитета до конца года подготовить единый план мероприятий к празднованию. Также вице-премьер обозначил необходимость эффективной межведомственной работы всех причастных к подготовке юбилея. Точка отчета для него стала запись в Лаврентийской летописи Владимира Суздальской земли о том, что в 1227 году князь Ярослав Всеволодович крестил множество Карел. Алексей Неживенок, Даниил Рыжихин, Дмитрий Усиченко, Служба новостей. В Петрозаводске прошел форум, посвященный вопросам сервиса и качества в туризме. Одним из его центральных событий стал тест-драйв пригородных мест отдыха тремя московскими экспертами в области гостиничного бизнеса и маркетинга. Как они оценили карельскую сферу гостеприимства, расскажем в нашем следующем сюжете. Для теста были отобраны три турбазы в окрестностях Петрозаводска. Они схожи по наполнению, но проблемы у них разные. Кому-то нужен долгосрочный план развития, другим – новые идеи для увеличения клиентского потока. Помочь найти решение этих и других проблем прибыли столичные эксперты. Всего они посетили четыре объекта – туристическую базу «Елки-на-горки», «Харланд-Вилледж», «Мох» и банный комплекс «Гланта». По мнению специалистов, одна из проблем карельского турбизнеса – его разобщенность. На мой взгляд, то, чего не хватает Карелии, это как раз организация предпринимателей, ассоциирование и совместное использование прилегающих территорий. И мы сегодня увидели потрясающий пример коллаборации, побывав в «Елки-на-горки» и в банном комплексе. Мы увидели, что предприниматели готовы объединяться и делать совместные проекты. Тем не менее, карельские владельцы турбизнеса в целом находятся на верном пути, что и отметили эксперты. Сегодня современному туристу, помимо качественного матраса, нужно чем-то себя занять. И ребята думают насчет того, как правильно их кормить, как правильно развлекать, и работают над увеличением среднего чека. Это, я считаю, правильная история. Форум проходил при поддержке центра «Мой бизнес» и Минэкономразвития Карелии. И кроме помощи приглашениями маститых ательеров и рестораторов, власти поддерживают бизнес и финансово. «Грант от Ростуризма мы получили, когда этот проект еще только-только начинался. Даже, наверное, этот грант стал таким движущей силой к тому, чтобы здесь все построить и привести к тому состоянию, как сейчас оно находится. С мужем у нас есть очень классный новый проект, пока не буду про него говорить. И в ближайшее время планируем идти в корпорацию развития, для того, чтобы у них получить консультацию». После тест-драйва и выявления сложности, эксперты представили результаты в Минэкономразвитии Карелии для формирования планов по развитию сферы туризма. Это поможет в дополнительном стимулировании отстающих отраслей сервисов гостеприимства. Кроме того, рекомендации специалистов помогут и самим предпринимателям взглянуть на свое дело со стороны. Алексей Неживенок, Алексей Миронов, Служба новостей. В преддверии 30-летия Конституции Российской Федерации заместитель председателя Законодательного собрания Республики Ольга Шмайеник провела для студентов ПетрГУ и Карельского филиала Российской Академии Наук и Госслужбы урок, посвященный основному закону страны. Вице-спикер парламента напомнила, что Конституция России была принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года и отметила, что спустя годы сама принимала непосредственное участие в работе над поправками в закон. Ольга Шмайеник подчеркнула, что принятие поправок в Конституцию России стало новым этапом развития страны. Так, например, закреплен статус России как правоприемницы Советского Союза, определено, что на территории Российской Федерации могут быть созданы федеральные территории и закреплена недопустимость отчуждения территорий страны и призывов к таким действиям. В рамках урока студенты побывали в залах заседаний, познакомились с историей развития карельского парламентаризма, работой профильных комитетов и фракций, процедурой разработки и принятия законов. Маленькой Кате Пуховой из Петрозаводска срочно нужна помощь. Девочка родилась с редкой патологией, которая опасна для жизни, но ей можно помочь. Катю готовы принять в клинике в Санкт-Петербурге и провести необходимые операции. Но сумма за лечение для родителей неподъемна. Сбором средств занимается благотворительный фонд «Алеша». Обо всем по порядку смотрите в нашем репортаже. Годовалая Катя Пухова – долгожданный первенец в семье. К ее появлению на свет родители ответственно готовились. Беременность протекала хорошо. Ни с помощью анализов, ни с помощью УЗИ никаких отклонений в развитии ребенка выявлено не было. Но в день рождения малышки, который должен был стать самым счастливым днем для родителей, они испытали настоящий шок. У нас в городе такого нету. Катя родилась вся в пигментных пятнах больших, гигантских невусах. То есть у нас вот здесь на щечке и уходит такое огромное пятно вот туда на спинку. Вот все ручки, ножки в таких больших пятнах. Ну и потом, когда все обследования уже прошли, наверное, две недели мы были на обследованиях, нам поставили вот диагноз, что у нас нейрокожный меланоз и гигантские вот невусы. Невусы, или как их в народе называют родимые пятна, проникают глубже в нервную ткань и требуют особого внимания. Кожа там очень чувствительная, ее можно легко поранить, а заживает она долго. Гигант. Кроме того, пятна нужно беречь от ультрафиолета. Летом Катюша выходила на прогулку с родителями только по вечерам, а в жаркие дни приходилось оставаться дома, так как пятна не пропускают пот. Эти невусы необходимо удалять. Почему их необходимо удалять? Потому что это доброкачественные опухоли, которые в любой момент могут переродиться. Переродиться в меланому, в рак кожи. Ну и, соответственно, все мы знаем, что такое рак кожи. Да, это самое опасное заболевание. Помочь Кате стать здоровым ребенком готовы в Санкт-Петербургской клинике МЕДСИ. Специалист с уже мировым именем Ольга Филиппова прописала девочке многоэтапное хирургическое лечение, которое будет проходить несколько лет. Кате сделают 15 сложных операций. В нашем центре получили специализированную помощь уже более тысячи пациентов. И сейчас нам предстоит столкнуться с еще одним вызовом. Нам предстоит лечить ребенка пуховую качу, у которой площадь поражения поверхности тела одна из самых больших из тел, с которыми мы на сегодняшний день сталкивались. Это очень сложный случай для нас. Всего у Кати из-за глобальной распространенности поражения запланировано 15 этапов. И ни один из них не будет простым. Стоимость всех операций больше 12 миллионов рублей. Сумму нужно внести единовременно. Таких денег у семьи нет. За помощью они обратились в благотворительный фонд «Алеша». Уже удалось собрать почти полтора миллиона, но нужно еще больше десяти. Откуда в простой семье такие большие деньги? Собрать их можно, только объединившись. Поэтому я призываю вас, друзья, помогите Кате. Даже 100, 200 или 300 рублей будут очень важны для спасения девочки. Кате уже назначена первая операция на 24 января. До этого времени необходимо собрать всю сумму. Чтобы помочь девочке, отправьте смс на номер 9112, указав цифрами сумму пожертвования или любым удобным способом на официальной странице Кати Пуховой на сайте благотворительного фонда «Алеша». Школа в Медвежегорске готовится к открытию. Автомобилистов попросили быть внимательными в Приладожье. Об этом не только расскажем в рубрике «Коротко». Новая школа в Медвежегорске откроется 1 сентября. Рабочие завершили строительство на объекте. Идет монтаж оборудования, сборка мебели, благоустройство территории. В Петрозаводске инспекторы ищут водителя, который скрылся после наезда на пешехода. ДТП произошло 19 ноября около 17.30 на переходе у ТЦ «Лотосплаза». Свыше 200 случаев коронавируса зарегистрировали в Карелии за неделю. У РВИ заболело более 4,5 тысяч человек. Эпидемический порог в республике не превышен. Автомобилистов попросили быть внимательными в Приладожье. По трассе Сартовала бегают испуганные лоси. Животные вышли на магистраль в районе поселка Курки-Йоки. Как организовать безопасное пространство для пожилого человека дома? Стоит ли оформлять над ним опеку? И как сохранить эмоциональное состояние ухаживающим за престарелым родителем? В Петрозаводске состоялись занятия в очередной школе заботы. Их проводит общественная организация «Преодоление» при поддержке фонда президентских грантов. На встречи школы заботы приходят те, кто ухаживает за престарелыми родственниками. Обсуждают самые разные темы – медицинские, юридические и бытовые. Например, какие у деменции первые звоночки, как разнообразить досуг пожилого человека и не обидеть, когда стоит оформить его недееспособность. Специалисты в каждой области дают свои рекомендации. Решать все равно нужно в каждой конкретной семье индивидуально, на семейном совете. Здесь никто не может сказать, никакие специалисты, ни врачи, что вам только признавать обязательно, и другого пути невозможно. Если ваш родственник не агрессивный, если он везде соглашается ехать в учреждение, если он абсолютно нормально с вами проживает, не конфликтует, то смысла признавать такого родственника недееспособным нет. Мы берем как раз темы и депрессии, мы берем темы тревоги, мы берем темы принятия внутреннего, что с собой делать. Ну вот такие непростые темы мы берем на этих группах поддержки. Школа заботы стартовала в апреле и проходит раз в месяц. В Петрозаводске ее проводят волонтеры движения «Вместе против деменции» под руководством студентки Петрозаводского университета Екатерины Мазура. Как лечились наши предки от традиционной медицины до первых шагов в фармакологию можно узнать на выставке из истории Карельской аптеки в Доме Дружбы Народов. Первыми ее посетили иностранные студенты ПетрГУ, а среди них – будущие медики. Учиться на медицинском факультете и так непросто, а получать образование на одном из труднейших в изучении языков непросто вдвойне. Поэтому многие иностранные студенты ПетрГУ ищут возможность языковой практики. Такие уроки проходят в Доме Дружбы Народов. У нас на базе Дома Дружбы действует разговорный клуб, который называется «Говорим по-русски с удовольствием». Это клуб для иностранных граждан, и мы занимаемся с ними, ну, так скажем, таким мягким включением в языковую среду. Для студентов-медиков последнее занятие стало полезным вдвойне. Им провели экскурсию по аптечной выставке. А я узнавал про аптеки, которые раньше были сделаны, и нам показали некоторые приборы, которые они использовали. Это у меня было только прикольно, чтобы знать, что даже раньше люди думали про медицин, и они были, ну, как умные люди, да, можно сказать. Экспозиция открылась недавно. Она расскажет о развитии медицины в Карелии с конца 17 века по настоящее время. Раньше квалифицированная медицинская помощь была роскошью, поэтому наши предки полагались на то, чем богат Карельский край. Лечебные травы, грязи, ягоды – об этом говорят дошедшие до нас рецепты. Березовая мазь, клюквенный, прохладительный напиток. Кстати, все рецепты, представленные в музее, действительно лечебные. Хотя за вкус, например, кофе из свеклы поручиться нельзя. Иностранным ребятам было интересно сравнить методы народной медицины Карелии и своей страны. Может быть, в Китае чем-то тоже люди лечились? У нас в Китае женщины стали лечить людей. Они лечили людей. Это как? Это китайский массаж, знаете? И у нас все есть китайские... Помогать людям – это укол. Все-таки укол. Экскурсию по музею проводит Виктория Юнаш, доцент кафедры фармакологии, кандидат медицинских наук. Экспонаты представлены в основном – это архив кафедры фармакологии. Помимо этого, фонды музея и экспонаты, представленные здесь, например, шприцы – это экспонаты, переданные в музей от частных лиц. Виктория отмечает, что не на все экспонаты нужно смотреть как на древности. Так, традиционная медицина используется и по сей день. Она давно доказала свою эффективность. А без первых фармакологических препаратов не было бы всего того арсенала лекарств, которые мы имеем сейчас. Илья Лопухин, Алексей Локтев, Служба новостей. В селе Великая Губа может появиться интересный объект. У него будут все шансы стать точкой притяжения для местных жителей и туристов. Проект представил дизайнер Дмитрий Котов. Небольшой павильон в виде буквы «Ай» автор проекта предлагает установить в центре села. Это место на пересечении дорог, где часто бывают местные жители. Отсюда открывается красивый вид на озеро. И тут уже установлены информационные стенды для гостей села. Дмитрий Котов разработал концепцию в рамках проекта «Карелия. Точки притяжения» и обсудил ее с жителями Великой Губы. Люди согласились с тем, что вопрос создания и благоустройства общественной территории назрел. Теперь необходимо широко обсудить предложения дизайнера и решить вопрос с финансированием. Судя по внешнему облику проекта, это довольно-таки дорогостоящий объект. Понятно, что не любая, вернее, любые проектные деятельности, в которых мы участвовали, это программа местных инициатив, программы ТОСов, они однозначно по финансам не потянут, данное осуществление. Поэтому здесь должно быть взаимодействие властей как местного уровня, района, так и республики. Участники проекта «Карелия. Точки притяжения» за время работы программы объездили много уголков нашего региона. С концепцией Дмитрия Котова они познакомились во время поездки в Великую Губу. Они узнали об истории создания села, увидели объекты благоустройства и познакомились с народным творчеством Занижан. Теперь время подводить итоги. Удалось ли активизировать жизнь и работу жителей пяти поселений участников проекта, расскажем в ближайших выпусках программы «Среда» со Светланой Воробьевой на нашем телеканале. И это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Берегите себя и до встречи в эфире!